Это событие не окружного и даже не областного масштаба. Запуск участка ЦКАД-5 от Новорижского до Можайского шоссе – это еще один шаг к завершению крупнейшего транспортного проекта России. Такой масштабный стратегический проект для Подмосковья. Все мы понимаем, что он значит. И все, кто стоял в бесконечных пробках на МКАДе, кто занимается экономикой, бизнесом, понимают, насколько важна эта магистраль. От эстакады возле станции Звенигород и до Можайского шоссе, минуя населенные пункты на Московском Малом кольце. Протяженность открытого 29 июня отрезка ЦКАД – 23 километра. Из них 12 – новый участок и еще 11 – реконструированная часть А-107. Строительные работы продолжались даже во время пандемии. Это позволило не просто соблюсти график, а даже опередить его примерно на полгода. Мы еще в течение июля откроем еще несколько участков отдельных. Они, может быть, не такие значимые, но они тоже в составе ЦКАД. Это еще 14 километров мы точно открываем. Потом мы готовимся к запуску двух больших участков 100 с лишним километров. К концу года в общей сложности построят около 200 километров центрального кольца, тоже с опережением срока. Большую часть ЦКАД мы в этом году достроим. Несмотря на то, что окончательный срок первого участка, он в 2021 году. Точно уже какой объем будет запущен, можно будет сказать через 2-3 месяца. Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Общая протяженность магистрали – 336 километров. Максимальная стоимость проезда составит 2,5 рубля за километр. Если использовать транспондер, то дешевле – примерно на 20%. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.